Я рада видеть вас на своем канале. С вами Валентина. Новая творческая работа. Опять текстильная пицца, опять красота. Я взяла основу, не тканую полотно, подойдет любая ткань, но буду использовать флизелин. Кладу клеевой стороной кверху, разместила небо, это партьерная ткань, и уже начинаю колдовать. Захотелось мне немного окунуться в прошлое и из ненужных лоскутов сделать красивую работу. А что из этого получится, судите сами. Пишите обязательно в комментариях, понравилось или нет. Для своих работ в основном я заранее подготавливаю своих героев и разные картинки. Дома – это простые прямоугольники, крыша – трехугольник. Деревья вырезаются просто волнообразными линиями. Вы, когда будете создавать свои работы, старайтесь, чтобы у вас был контраст, чтобы у вас ничего не сливалось. Домики – это моя самая любимая тема. Мне так нравится их делать. Обыкновенный прямоугольник. Приделываете окошки, делаете, пускаете строчку, и какая красота получается. На небо сделала фигурные облака и также пустила голубую ткань полоски другого оттенка. Когда вы делаете домики, они могут быть абсолютно разные – двухэтажные, трехэтажные, одноэтажные, сложные и простые. А какие окна будут, вы можете придумать сами. Сделать ставни, круглые, овальные, прямоугольные. Когда я создаю такие картины, в тканях я особо не роюсь. Что попадается под руку, то я и делаю. Но стараюсь фон я делать разноцветный, опять же, чтобы это все сочеталось. Но, как я заметила, мой почерк видно издалека. Они все равно у меня получаются однообразные. Салатовая и зеленая ткань – это простая ветошь. Это небольшие обрезки. Выкинуть жалко, и все время я их использую в своих работах. Но для контраста я добавляю цветы и делаю поляну. А это у меня ткань самодостаточная, зелененькая. Кстати, мне ее прислала Татьяна Творческий сундучок. Когда я располагаю свои картинки, если точно буду знать, что это будет стоять на этом месте, то я сразу приклеиваю на клей карандаш. Несмотря на то, что я пользуюсь клизелином клеевой. Но, если у вас рисунок лежит уже на ткани, его надо обязательно зафиксировать. А то при стежке, при маневрах он у вас будет убегать. Когда вы все хорошо зафиксируете, клеим карандашом или приклеите на флизелин. И тогда вы смело будете делать стежку, зная, что у вас рука не ускочит или крыша у дома не уедет. Делать пейзаж, дома – это очень хорошо. Но в моих работах уже в последнее время всегда присутствуют люди, животные, да и вообще быт. Такие работы получаются очень интересные, жизнерадостные. Проходит какое-то время и думаешь – обалдеть, неужели это я сама все сделала? И надо было так повозиться, создать такую красоту. Девчонки, напишите мне в комментариях, делаете ли вы текстильные картины из ненужных лоскутов? И вообще, какая тема вам нравится? Я не профессионал в этом деле и хотела бы услышать профессионалов, что я делаю не так. Я всегда прислушаюсь к вашим советам и принимаю запросто критику. А сейчас я вас немного отвлеку. Хочу вам показать новый бренд. Это косметика – Ювенион. Причем косметика отличного качества. Советую, уже испробовала. Крем и помаду вы можете заказать на Велбересе. Ссылку я оставлю в описании. Приходит он вот в такой красивой праздничной упаковке. Сам флакон у крема безвоздушной помпы защищает от воздействия воздуха и не позволяет бактериям размножаться. Очень эффективный – два в одном. Питает, увлажняет за счет природных масел. Хорошо впитывается и лицо не блестит. И очень приятно пахнет. Отлично увлажняет кожу за счет низкой и высокомолекулярной гиалуроновой кислоты. А также питает за счет ценных природных масел – ши, сладкого миндаля и виноградных косточек. На внутренней стороне крема все написано, как работает крем и все прелести этого крема. Особенности этого крема – что здесь присутствуют частицы коллоидного золота. Коллоидное золото выступает транспортным агентом, что способствует улучшению и проникновению активных веществ. Глубоко в кожу и при длительном использовании запускает процесс естественной выработки коллагена. Витамин Е в этом креме является сильнейшим антиоксидантом и замедляет процесс старения. Далеко ходить не надо. Переходите по ссылке под видео. Ювеньон через пару дней у вас дома. Отличный подарок себе и подруге. А теперь продолжаем фантазировать. Сначала я вырезала одежду. Никаких шаблонов я не делала. Все произвольно, но маленьких размеров. А потом я подставляю головы. Но не забывайте, что у людей есть нос, рот. Отдельно делаю голову и руки. Если у вас сложные люди, сделайте просто тканью каркас человека, а потом его оденьте. Некрасивые простые наброски превращаются в очень красивых людей. Когда вы их норяете, сделаете волосы, глазки, губки. А это я делаю детчики штанишки. Взяла прямоугольник, слегка скосила углы, сделала разрез. Вот они, они и брюки. Это ткань плащевка. Для создания таких работ подойдет абсолютно любая ткань разной фактуры, как легкие или тяжелые ткани. Но учитывайте, если ваша вещь будет стираться, то, конечно, используйте ткани уже проверенные, которые не дают окраску. А то из одного маленького лоскутка можно испортить такую большую работу. Если вы, приклеивая детали, пользуетесь клеем-карандашом, то используйте белый. Потому что цветные клей-карандаши, они очень хорошо проникают в ткань. И со временем у вас вот этот вот сам краситель будет видно. Если у вас есть паутинка, она двухсторонняя. Вы также можете прям небольшие кусочки положить под ваши заготовочки. А потом вы пройдетесь утюгом, это все приклеится. А это я девчонкам делаю сапоги. Взяла простую полосочку, разрезала пополам и прям ножницами сразу вырезаю. Конечно, удобно работать ножницами меньшего размера. Но вы знаете, я так привыкла к большим ножницам. Даже вот такие маленькие ювелирные изделия, заготовочки, я вырезаю почему-то большими ножницами. Вот приклеила обувь и уже на человека похож. Конечно, давно-давно ходили в платках или волосы заплетали в косу. Но у меня так получилось, что я сделала вот такую прическу. А это я сделала черный такой пучок. Все мои герои на своих местах, теперь я просто по уклам залатываю, где я не доложила ткань. И решила добавить птиц. А то все равно пустое какое-то небо. Птиц всегда вырезаю в виде галок. Но получается, когда побольше, когда поменьше. Если вы прошиваете по контурам, то это аппликация. Если вы чем-то накрываете прозрачной тканью, это может быть сетка, органза, фатин. То это текстильная пицца. Я накрыла фатином, положила мокрую ткань. И сначала, приглаживая слегка, пришлепывая утюг, прохожусь, а потом уже утюжу. А потом для надежности все фиксирую булавками. Зафиксировав булавками, можно приступать к стежке. Это лапка для стежки. А это я сейчас быстренько вам покажу губную помаду Ювиньон. Она отличного качества, изготовлена в Италии. Эксклюзивно по заказу Ювиньон. Хорошо пахнет, текстура очень приятна, не сушит губы. Посмотрите, работа моя полностью готова. Мне она принесла очень большое удовольствие шить ее. И результатом я очень довольна. Но в каждой такой работе есть небольшие недоразумения и недочеты. Но ничего страшного. Я так думаю. Прошивала я все на свободном ходу. Это у меня простая строчка. Сделала голубой нитью. А фун, зелень, сделала просто зеленой. Но вышивая человечков и домики, я меняла цвет нити. Глазки я всегда вышивала вручную. Но в этот раз я немножечко схальтурила и сделала на машинке. Но губы сделала вручную. Также на крышах сделала имитацию черепицы. И мне все-таки надо немножко подумать по поводу этого дома. Какой-то он очень пустой. Может быть в дальнейшем я пущу еще сюда строчку. Сделаю как кирпичики. Но это возможно. Здесь сток сена. Я добавила коричневую нить. Сделала имитацию действительно сенов. Просто обыкновенный лоскуток ткани бежевого цвета. Как-то не особо смотрится. Телега сделала имитацию досок. Выразила колеса темно-коричневой нитью. А обувь у всех есть каблуки. А у этого даже и шнурки. А у девчонок наряд прошила бордовой нитью. Но сделала так же, как в складке. А внизу пустила рюшки. Нужно еще немного поколдовать с лошадью. Как-то она мне не очень нравится. Но не профессионал я в этом деле. На окнах пустила контрастный цвет нити. И тем самым я выразила окна. В окошках можно посадить горшок с цветами. Или повесить занавески. А листва просто прошлась по контуру. И кое-где пустила веточки прожилки. У меня получилась картина. Можно сказать прошлого века. Но она жизненная. Настоящая. Из ненужных лоскутов можно придумать все, что угодно. Воплотить в жизнь любые работы, какие вам нравятся. Ну, я взяла картинку с интернета. Вот такая она в оригинале. И вот что у меня получилось. Что-то меняешь, что-то добавляешь, что-то делаешь по-другому. Все равно оригинала у вас не получится. Темы для своих работ я беру в Google. Картинки. Набираете нужную тему. Картинки для срисовки. Вариантов будет достаточно много. Готовый размер получился 44 на 46. Если вам нужен конкретный размер, девчонки, делайте чуть больше. Потому что стежка дает усадку. Потом вы еще будете подравнивать, отпаривать. Когда вы сделали всю стежку, ее нужно обязательно отпарить. Потом вы ее выравниваете. И, допустим, под оверлок. Из такой работы можно сделать панно, картину, декоративную подушку, развивающий коврик для детей. И вот такая красота-то и получается. А это из этой же серии. Целая жизнь в лоскутах. Тоже деревенская жизнь. Кто не видел, заходите, посмотрите в плейлисте. Текстильная пицца. Вы найдете. Но я оставлю ссылку под видео. На этом все. Мы с вами увидимся в следующем, надеюсь, творческом видео. А вы заходите в описании и проходите по ссылкам, какие вам нужны. На этом все. С вами была Валентина. Пока-пока.